Продолжение следует... 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 У Евгения Ивановна сегодня двойной повод для радости. Во-первых, принесли пенсию. Во-вторых, не придется идти на почту, чтобы оплатить услуги ЖКХ. Рассчитаться с управляющей компанией пожилая женщина сможет прямо у себя в квартире. Вот он мобильный терминал. Напоминает обыкновенный кассовый аппарат. Правда, функции совершенно разные. Всего несколько нажатий на экране гаджета и платеж успешно завершен. Оповещение, чек, в общем, все как положено. Никакого обмана. Евгения Матвейчук признается. Она и подумать не могла, что современные технологии могут быть настолько полезными. Особенно для нее. С годами пенсионерке все труднее передвигаться. Для меня это, конечно, удобно, если я не могу ходить на почту. Хотя почта близко. Необычным сегодняшний визит почтальона стал и для Нелли Хохловой. Заплатить за коммунальные услуги пожилой женщине предложили из порога. Отказываться не стала. Ведь иначе придется идти в банк и стоять в очереди. Занятия не из приятных. Пенсионерка говорит, такой способ оплаты особенно будет удобен людям с ограниченными возможностями здоровья. Тем, кто, например, практически не выходит из собственной квартиры. Ведь много же инвалидов. Очень удобно вот так, конечно, пришли. И не надо вот беспокоиться или кого-то просить. Почтальон сразу предупреждает. При проведении того или иного платежа взымается небольшая комиссия. Пять рублей. Часть из них идет в зарплату курьера. Что-то вроде премиальных пояснили сотрудники отделения почтовой связи. Оно и понятно. Ведь за смену оператор может обойти не один десяток адресов. Пенсионеры к этому относятся с пониманием. Для вас пять рублей принципиально? Да нет, конечно. Ну, туда пять рублей, туда пять рублей. Ну, 15 рублей. Ну, это уж все равно на них ничего сейчас не купить. Ну, полбуханки хлеба. Даже четвертинку только. Мобильно-кассовые терминалы в регион поступили еще в прошлом году. Все это время их эксплуатировали в тестовом режиме. И вот в январе аппараты выдали почтальонам. В частности, тем, кто работает на селе. Сейчас гололед на улице. Им тяжело ходить. Тут же оплатили все коммунальные. Пенсионеры, что они довольны, что к ним ходят. Потому что они в очередях. Им тяжело стоять. Некоторые болеют. Душно в помещениях. Единственное то, что у нас с интернетом небольшие проблемы, да, как у нау. Ну, а так это, оно быстро все. Если в Наринмаре и поселке-искателе качество мобильного интернета еще более-менее, то в деревнях и селах соединение настолько плохое, что терминалы попросту отказываются работать. Поэтому ощутить преимущества новых технологий сейчас могут далеко не все пожилые люди. Ну, а те, кому повезло, теперь навсегда могут забыть об очередях в банках или на почте. Принять можно абсолютно любой платеж налоговый, штраф ГИБДД, можно, значит, оплатить коммунальные услуги, можно оплатить родительскую плату детского садика, можно оплатить питание школьное. Специалисты отмечают, сейчас одно из главных неудобств. Некоторые управляющие компании принципиально не желают сотрудничать с Почтой России. И такая ситуация привела к тому, что оплатить их услуги можно лишь непосредственно в коммунальной организации, либо же в банке, а это снова очереди. Олег Итанзейский, Александр Дуркин, Телеканал Север. В Ненецком округе объявлен конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций региона на право получения грантов из окружного бюджета в 2018 году. Заявки будут приниматься в Департаменте по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям Ненецкого округа с 31 января по 20 февраля. Как сообщают операторы конкурса грантов, в приоритетном порядке окружную поддержку в рамках объявленного конкурса смогут получить проекты, нацеленные на социальную поддержку граждан, в том числе социальную адаптацию и реабилитацию, профилактику и охрану здоровья жителей округа, охрану окружающей среды, патриотическое воспитание населения, оздоровление и другое. Подробную информацию о конкурсе можно получить на официальной странице профильного департамента. Традиционно при оценке заявок конкурсная комиссия будет учитывать критерии значимости и актуальности каждого проекта, его экономическую и социальную эффективность, профессиональную компетенцию участника. Общая сумма выделенных на данный конкурс средств составляет 9 миллионов 800 тысяч рублей. Каждый проект, прошедший конкурсный отбор, может быть профинансирован на сумму до 250 тысяч рублей. К 1 февраля выпускники должны определиться, какие выпускные госэкзамены они будут сдавать. Выпускники этого года подают заявления в свои школы, а выпускники прошлых лет – в места регистрации на ЕГЭ, которые утверждены для каждого региона. В 2018 году никаких существенных изменений в ЕГЭ не будет. Демонстрационные версии экзаменационных заданий по всем предметам опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений. Продолжит развиваться технологическая составляющая ЕГЭ. Планируется, что в этом году практически все экзаменационные пункты перейдут на технологию печати полного комплекта экзаменационных материалов прямо в аудиториях. В итоговой аттестации для девятиклассников изменения также не будет. Им предстоит сдавать 4 предмета – два обязательных, русский язык и математику, и два предмета по выбору. Итоговое собеседование по русскому языку, как допуск ГИА-9 в этом году, еще не будет введено в штатный режим. В феврале и апреле пройдут две апробации собеседования в школах, но их результаты не будут влиять на допуск к экзаменам. В Ненецком округе превышен эпид-порог по заболеваемости ОРВИ. По данным мониторинга, во вторую неделю января текущего года зарегистрировано 428 случаев ОРВИ, что в 3,5 раза больше, чем на первой неделе года. Случаев заболеваемости вирусом гриппа в этом периоде не зарегистрировано. Показатель заболеваемости среди населения округа выше недельного эпидемического порога почти на 12%. В основном болеют взрослые жители региона, а также дети от 3 до 6 лет. Повышение заболеваемости ОРВИ прогнозируется в конце января в связи с формированием детских коллективов в школах и садах, а также с изменением погодных условий. В связи с этим специалисты ведомства рекомендуют следить за своим здоровьем и в случае первых признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью, особенно если речь идет о детях. Как подчеркивается специалистами Роспотребнадзора ПАНАО, дети относятся к группе высокого риска по тяжелому и осложненному течению гриппа и ОРВИ. Их иммунная система несовершенна и не всегда может дать адекватный отпор инфекции. Поэтому риск тяжелого течения и осложнений даже при обычной простуде у детей гораздо выше, чем у взрослых людей. Крещенские купания в этом году по традиции пройдут на Качгартинское курье. Такое решение принято на заседании рабочей группы, созданной при Наринмарской и Мизинской епархии. Напомним, ранее в связи с погодными условиями в столице региона планировали предусмотреть альтернативные варианты обустройства Крещенской купели. Работы по расчистке и благоустройству территории для проезда и парковки транспорта горожан и гостей округа начнутся также традиционно с 17 января. Непосредственно установка купелей и подготовка проруби запланирована на 18 января. Как пояснили в епархии, с 22 часов 18 января у Крещенской и Ордани на территории Качгартинской курьи начнут нести дежурство сотрудники УМВД РФ по Нинецкому округу и МЧС. Освещение купели пройдет в 12 часов 19 января, после чего будет освещена прорубь для забора воды в поселке Искателей. Продолжение следует...